Пациент у нас, носорубка Molinex. Ничего здесь завлядного то нету, в принципе, по словам владельца, тянет искру, вроде грохочет. Ну, это как обычно, вроде бы не собирался я делать ролик, потому что повторятся заливать одно и то же на просторе ютуба. Но это стоит того внимания. Теперь смотрим, в каком состоянии у нас кнопка управления. Дальше смотрим, состояние двигателя. Ну, вращается еще. Шумит, но вращается. Вроде бы шат не критический. И что изюминками у нас будут составлять, это редуктор. Это редуктор. Смотрите, что здесь находится. Это то, что я уже взял. Владельцы занимаются производством домашней колбасы. Запах рыгательный стоит. И вот это весь смолец, вот смотрите, это все не давало вращаться редуктору бедному. Его насиловали, насиловали. Вот так вот мастер вычистил одну шестерню в этом растворчике таком. Все выдувается потом компрессором. Надеюсь, что после чистки редуктора это все заработает. Почистим двигатель, почистим кнопку. Здесь не подшипники, здесь стулки. Добавим смазки, но какое-то время еще поживет. Со слов владельцев, по-моему, лет 15, не знаю сколько. Ну, короче, 100 килограмм за вечер за одну ходку делает колбасы. Вот так вот. Вот с чем приходится работать мастером. Такой редуктор имеет вид уже после чистки. Ну, тем более, владельцы подгоняют меня, потому что фаш или начинка для колбасы может пропасть. Желательно ее сделать в мясорубочку побыстрее сегодня, запустить ее снова в строй. Что занимаемся? Вот сколько я начистил этого, не знаю, как даже это назвать, этого отхода, который попал в редуктор. А попал он по причине, что вот это все затекает вот здесь, через вот этот фланец, через редуктор. Так, что приступаем к чистке двигателя и кнопки. На электродвигатель уже отслоился один виток, одной из катушек статора. Если вот так об крыльчатку обдувая, чтобы дотронулся, и просто разорвалось бы. И двигатель бы пришлось выбрасывать. Она бы уже надолго замолчала. Отслоившийся виток закрепляем просто вот таким 505 суперклеем, плюс сода. Это наверняка все действует. Она температуру выдерживает, вибрацию тоже. Все довольно-таки просто. Дальше по подшипнику. Сверху установлен подшипник вроде бы. Такой шумящий. Думаю, что нужно критически менять. Хотя, хозяйка мясорубки сказала, давайте по-быстрому. Но я думаю, что нужно менять по той причине, что под нагрузкой редуктора якорь будет дотрагиваться к статору и будет тянуть дугу. Вот, смотрите. Видите, какой шат. Это недопустимо. Сейчас попробуем разобрать передний фланец и поменять подшипник. Вот и взяли подшипник. 8х22, 608 номер. Но, французы, гаунюки еще те. Вот здесь. Вот подшипник здесь находится на якоре. Вот посадочное место. Вот здесь на этой фланце. И вот здесь снизу еще такая крышечка. И она на заклепках. Ну, она уже, конечно, съемником начал снимать. Видите, она все. И эта крышечка отпала. Ну, я думаю, он ниже не должен опуститься. Будем ставить однозначно сейчас новый подшипник. Так, это что у нас? Тут амортизационная пружиночка. Кругленькая. После замены подшипника прокручиваем. Ну, совсем другое дело, ребята. И шата нету. Смотрите. Пить. Совсем не двигается. Отлично. Отлично. Вблизимся к положительному результату. Так, что у нас? Червячную вот эту передачу сейчас еще почистим. И, в принципе, мы можем уже начинать сборку. Вот этого бедолахи французской бедной мясорубочки. Не думал, француз, что она попадет в такие украинские тяжелые реалии. Ну что, запускаем. Французынку. Вполне адекватная работа. Так, что у нас? Реверс. Реверс работает. Вот, фиксатор к снятию шнека не работало. Ну, вообще оно так закоксовалось. Это капец. Ребята, вы должны поставить жирнючий лайк, подписаться на технический канал за то, что это тяжелый труд. Мастеры, ну, это действительно такого, блин, мясорубки я еще не видел. Это капец. Бедолаха. Так. Действительно, что она уже старенькая, однозначно. По той причине, что... Мада ин Франция, только. Сейчас только Китай. Так. Не забудьте, ребята, жирный лайк. Всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...